Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене. Программа «Код доступа». Добрый вечер. Программа «Код доступа» в прямом эфире «Эхо Москвы». Юлия Латынина, здравствуйте. Добрый вечер. Это Юлия Латынина. И, собственно, я, наконец, знаю, для чего нужен российский флаг. Он нужен для того, чтобы на ней пряталась рука, вбрасывающая бюллетень. Поскольку на дальнем участке еще отстали от времени и не научились чудесного слова «блокчейн», за которым прячется вся та же вбрасывающая рука. А в районе ЦИК у нас на этой неделе наблюдалось уникальное явление «Чуров без бороды», «Эллочка-выброедка». У нее очень сократился словарь, да, очень важные фразы, которые она произносит со слезой в голосе. И заметьте, что вот эта фраза, она вообще является общей у Путина, у коммунистов, у Талибана. А если ты сделал какую-нибудь гадость и тебя застали с поличным, то тут главное со слезой прокричать. «Меня обижают». Это атака на выборы. Она, по-моему, совершенно удивительно это научилась произносить. А вообще итог этих выборов, то, что в России наконец появилась оппозиционная сила, способная влиять на результаты выборов, а не только на посты в Фейсбуке, я имею в виду «Умное голосование» Навального. И шок от ее появления был таков, что Кремль ответила на это превращением всей России, в том числе и Москвы, в электоральный суд донат. В Москве это совершилось посредством электронного фотошопа, я имею в виду ДЭК. Очень специалисты меня просили не говорить электронное голосование, потому что, дескать, электронное голосование – это, например, ИКАИП. А в Москве, с моей точки зрения, оно стало операцией по фальсификации выборов таким образом, чтобы наблюдатель на участке не мог снять вброски. Это был способ безнаказанно вкинуть все, что, собственно, вполне естественно. Но как вот у нас везде выборы кривые, а электронные будут прямые. Собственно, весь мой эфир будет просвещен вопросу о том, как именно, с моей точки зрения, нас кинули на электронных выборах. Причем я буду в основном говорить о московских. Не забывайте, что есть были еще и федеральные электронные выборы, о которых все забыли. И пропагандой которых, федеральных, занимается уже президенту партии «Танчиков». И федеральное голосование – это, в общем, такое наше электоральное будущее. Это способ централизованно, без всяких там теток в местных УИКах, управлять процессом из Москвы. То есть централизованно рассылать те результаты, какие надо. И одновременно, не знаю, будем получать реальные данные о настроении с мест. И я честно скажу, что всю эту неделю я потратила, она прежде неведома мне область, у меня голова распухла. Я говорила со многими, с политиками и политтехнологами от Романа Юнимана до Виталия Шклярова, с наблюдателями, например, Денисом Шендеровичем и Анной Лобонок. И главное, с программистами. Я говорила с Виктором Толстогузовым, с Александром Исавниным. Это профессор свободного университета и член пиратской партии, математик, член экспертного совета Толстогузов и Исавни по электронным выборам. С Ильей Сухороковым. Это тот самый наблюдатель и программист, который после восьми вечера ломился в панели разработчика, чтобы понять, почему не проходят запросы в электронное голосование, пока не появился вежливый программист из ДИТа и сказал, извините, у нас в восемь вечера истек сертификат безопасности, который выдает ФСБ. То есть вот нот наблюдателя – это единственное окошко, из которого можно поглядеть, что там происходит в блокчейне, и в восемь вечера сертификат на использование этого окошка удачно истек. Говорила я с милым молодым человеком, который представлялся как Синус Икс, и с Петром Жижиным. Это программист, который скачал себе SQLDumpsObserver.ru и много чего удивительного нашел. Собственно, с Сухороковым и Жижиным у меня вышли два больших интервью в новой газете. И, честно говоря, это было приятно беседовать с человеком, который говорит, ну вот я написал программку, ну точнее он, это я его спрашиваю, написали программу, чтобы расшифровать результаты выборов. Он говорит, ну нет, ну что вы, там же я просто посмотрел, как это у них было написано, вычленил ту часть, которая отвечала за расшифровку голосов, значит, расшифровал их за полчаса на своем компьютере, написал утилиту, и вообще у меня это заняло слишком много времени, потому что это все было написано на Расте, я Растом не пользуюсь. И вообще, говорит мне, Петр, я хочу сказать, что у них, в смысле в Дите, все это вместо текстового файла в репозитории лежало как архив. А я, говорит, еще в 10-м классе научился класть в репозитории. Ну, на дворе 21-й год, а они кладут как архив. Ну, я такая, ну что я могу на это сказать? Ну, действительно безобразие. На дворе 21-й год они не умеют пользоваться репозиторией. Вот с ним интервью на языке более приближенном человеческому, вы тоже можете прочесть в новой газете. И всеми этими свежеприобретенными знаниями в области глаучейной не только я хочу поделиться с вами как студент, который всю неделю зубрил и пришел, и вывалил на экзамене, потому что это потрясающе интересно. Тем более, что я задолжала, потому что я на прошлой, где я, две недели назад сказала, что ну, это будут власти Москвы на электронных выборах мобилизовать административный ресурс. Ага. Так, я лоханулась за то, что ты лоханулась. Надо отвечать. Вот я всю неделю пыталась ответить. Вещи обнаружились удивительные. Например, обнаружилось, что существует безнаказанный, неопределемый способ подделать именно этот блокчейн, который есть на московском Дите, вот именно с такой компьютерной конфигурацией. Он связан с откатом блокчейна каждые полчаса между выгрузками на сайт Observer. Кто программист сразу поймет, кто нет, я потом объясню. Это будет попозже. Это будет рассказ Толстогузова. Вообще рекомендую этот увлекательный электронный детектив, как фальсифицировали, досмотреть до конца, потому что это Стигларсон отдыхает. Судя по всему, этим способом не пользовались, но понятно, потому что если нашим начальникам говоришь «откат блокчейна», можно откатить хэш. Они знают только первое слово «откат». Они говорят «как откатить хэш?» Ах, нет, хэш. Ну, это неинтересно. Хэш мы не знаем, как откатывать. Также использовались более простые вещи, и в частности, вот база избирателей. Те самые 2 миллиона избирателей, о которых твердили, что они записались на электронное голосование, вы будете смеяться. Ее никто из наблюдателей в целом виде не видел. То есть там можно было ввести фамилию, имя, отчество, телефон, год рождения, и поэтому чего-то искать. Но более того, и самое главное, в этой базе не было адресов. Это мне сказал сначала Максим Гангальский, который представляет район Раменки, а потом подтвердила Анна Лапанок, наблюдателя КПРФ. То есть среди этих 2 миллионов записать полностью фиктивных поручиков Кижин вопрос «можно было?» «Можно было». Вот я просто цитирую Петра Жижина. «Внутри электронной транзакции регистрации избирателей не указан округ, где избиратель зарегистрированный». И когда я спросила Александра Исавнина, чем, собственно, этот избиратель тогда отличается, ну вот у меня тут сейчас пришли люди, в комментах пишут, кто-то из них, большая часть из них естественные, натуральные люди. Вот чем этот избиратель отличается от ников, которые мне пишут в комментах, ответ был ничем. Более того, вот подтверждение СМС-кой по телефону для голосования была предусмотрена опцией отключить эту СМС-ку и подтвердить вместо этого по электронной почте, что до начала голосования никто не знал. В общем, та широкая кампания, которую развернули власти Москвы все на электронные выборы, вот мне приходило много предложений, и я очень пыталась зарегистрироваться, я не смогла, потому что у меня нет полной подтвержденности регистрации на сайте МСУ, а там бы я обязательно сходила и зарегистрировалась, и, конечно, проголосовала. И вот сейчас уже последние данные, которые я смотрю в программистских чатах, я еще очень с осторожностью буду им пользоваться, потому что я еще не видела практически имя подтверждения, но они как раз посмотрели на те графики, которые вывесили как раз на сайте общественной палаты, и они говорят, что как-то странно, что вот люди в субботу голосовали за оппозиционных кандидатов, и вдруг в воскресенье, похоже, эти же самые люди резко встали и переголосовали за кандидатов от власти. В общем, похоже, эта кампания сопровождалась спиской избирателей ботов, в которых были запущены два этапа, как скрыл штаб КАЦа, вот там была медленная фаза и быстрая фаза с перерывом на обед. А мы об этом поговорим и конечным нормальным голосованием, которое, кстати, если принять его за норму, позволяет установить, что, например, в случае Брюхановой и Лобанова был даже чуть-чуть выше процент на электронке, чем офлайн. Кроме того, были еще 300 тысяч человек, которые переголосовывали, и вот эти люди, они вообще не были в том блокчейне, который опубликовали. Они были в неком тайном блокчейне, существование которого вычислили программисты и Петр Жижин, и потом Дит признался, что да, такой тайный блокчейн есть. Ну и последняя закусочка. В Москве на голосовании проголосовали два с лишним миллиона избирателей. Но если вы скачаете базу данных сайта Observer.mos.ru, то вы увидите, что там черно-побелу написано, что расшифровано всего миллион триста тысяч бюллетеней. То есть это не шутка. Люди вывели на стол два миллиона бюллетеней, посчитали 70%, потом почему-то это остановилось, и никакого другого официального источника, нам же говорят, это же чейн, это же вот оно висит, больше нету о том, как считали голоса, а просто потом из-за кулис вышел председатель Луика со словами, вот вам итог подписывать. И я хочу начать этот спич с цитаты из Виктора Толстогузова, научного сотрудника Бабуки и члена комиссии вот того же самого совета по электронному голосованию московскому. И я ему звоню, я говорю, Виктор, я в этом ничего не понимаю, и он мне говорит, правильно, и это нарушение ваших прав как избирателя. Вот вы же понимаете, как происходит процесс голосования в кабинке. А здесь речь идет о процессе голосования, детали которого понимают единицы. Вот с этого, собственно, очень важно начать. И о том, что происходило в электронном улике в ту ночь, я говорила с Ильей Сухаруком, это профессиональный программист, который был наблюдатель от Анастасии Брюхановой на электронном улике в ту ночь. И, собственно, для того, чтобы понять, что он наблюдал, вот есть блокчейн, и мы вернемся позднее к тому, что это такое. Но я скажу, что у внешних наблюдателей было два способа посмотреть на этот блокчейн, что, кстати, абсурдно, но мы к этому вернемся. Один был как раз вот этот сайт Observer Mos.ru, он сделан так, что любой с него мог скачивать информацию, и всю пятницу, кстати, этот сайт показывал не то, что было на самом деле, он показывал неверную явку по округам, но наблюдатели не заморачивались, потому что видели, что это просто кто-то косоруко и написал программу, потому что другой, более мощный сайт для наблюдения, который называется нода наблюдателя. Наблюдатели видели с его помощью, что все идет корректно, увидели, что явка растет, что это просто баг Observer Mos.ru, и доверие, удивительно, в этот момент вот профессиональных программистов, которые наблюдали, даже эта позиция была так велико, что, в принципе, они могли в этот момент проверить, проверить, они смотрят все-таки через настоящее окошко, им показывают настоящий блокчейн или им показывают какое-то зеркало, но они тогда вот этого не делали через ноду наблюдателей, не думали о возможности фальсификации, вот это мне Сухоруков просто подтвердил, и когда наступает восемь вечера, он тоже не парится, и в девять не парится, и в полдесятого он, наконец, слышит, что на обзирном МОСРУ появился блок с результатами по Московской городской думе, и напоминаю, что вот блокчейн, упрощенно говоря, считайте, что это эксель таблицы, в которых каждая строчка подтверждает, что все предыдущие строчки не менялись, и в ней появляется таблица, в ней появляется строчка, что Карманов проиграл восемь тысяч не в свою пользу, и Сухоруков видит, что сумма голосов двадцать четыре тысячи человек написано, зарегистрировалось в округе тридцать семь тысяч, явка девяносто пять процентов. И возникает вопрос, а как же может быть, это же блокчейн, оно все должно сходиться автоматически, а Сухоруков начинает везде бегать, он бежит в ноду наблюдателя, стеной на пути становится председатель УИФа, и он еще до сих пор не понимает, что происходит, думает, что это вот синдром вахтера. Только в час ночи он находит Венедиктова, Венедиктов говорит ему, обеспечьте, обеспечьте доступ в ноду, и, соответственно, Сухорукова проводит в ноду наблюдателя, и там он видит, что система, которая должна отвечать на запросы, собственно, показывать, как происходит подсчет, не отвечает на эти вопросы. И он говорит, давайте зайдем в панель разработчика, потому что, ну, если с панелью разработчика вы заходите, вы можете понять, кому сделался запрос и какой был ответ, причем панель разработчика никак не влияет на сервер. Сервер вообще не знает, открытая эта панель или нет. И программист, который сидит на этой ноде, вдруг отказывается наблюдателю, говорит, я не могу это сделать по вопросам безопасности. То есть это абсолютная, вот какая-то чушь несется. и начинает своих руков скандалить. И только к 2 часам ночи появляется молодой человек, который представляется как сотрудник ДИТО и говорит, что, да, нода не может видеть, что происходит с блокчейном, потому что сертификат безопасности ноды, выданный ФСБ, истек в 8 часов вечера. То есть вот это окошечко, через которое можно наблюдать за процессом. Вот кончились выборы, пошел процесс подсчета, и в этот момент окошечко захлопнули ставлю. Всех берут на измор к половине четвертого утра. Все понимают, что наблюдатели разбегаются, к восьми утра слам Сухорокова приносит результаты, к одиннадцати утра опечатывают все копии, начинают разъезжаться члены комиссии в свои собственные уики, чтобы их внесли в газы, и вдруг в два часа дня уже назначается новое заседание комиссии, когда Сухороков приезжает, оказалась очень маленькая, но смешная вещь. Отчего оно назначается? От того, что в 201 округе в сумме выданных бюллетеней не учли бюллетеней какого-то кандидата. Там надо было 112 тысяч, надо было 113 тысяч, а там оказалось 112. И они собирают комиссию, чтобы это перезаверить, но вы понимаете, речь же идет об электронном голосовании, электронное голосование, электронное наблюдение. Компьютер может с другого компьютера все сам переслать. То есть из этого заседания следует, что эти ребята списывали данные электронного голосования с экрана и от руки вписали бюллетеней и забыли строчечку. То есть вот это фактическая сторона дела, которая после минимальных объяснений, понимаешь, что это дикая ересь, потому что около восьми вечера, когда начинается подсчет голосов, вдруг оказалось, что истек сертификат безопасности и нельзя смотреть, как идет подсчет, и задним числом понимаешь, что это было очень согласовано, что несколько человек выступали единым фронтом, председатель электронного луика, программист, вот этот Михаил, и все они в общем выполняли функции того чувака, который стоит перед камерой и машет руками, а в это время из-за знамени сыплет. При этом в электронное голосование в Москве записались почти два миллиона, и это был единственный наблюдатель в электронном луике, который что-то смыслил в программировании. Единственный, который наблюдал, ну точнее, там был еще один наблюдатель, который тоже чего-то смыслил, даже, как говорит Илья, больше его, но поскольку, как многие программисты нелюдимые люди, ему было как-то ужасно некомфортно, он был действительно независимый наблюдатель, но он как-то там скукожил свои стеночки и не отсвечивал. Более того, это только верхушка айсберга, потому что еще раз я советую вам этот детектив дослушать до конца. Теперь зададим себе вопрос. Вот Москва с самым оппозиционным электоратом. Популярность партии власти даже по официальным опросам не выходит за 25%, и вдруг партия власти набирает на выборах 36%, и это происходит на выборах, где достаточно большая мобилизация электората, и где оффлайн, при сравнительно-честном голосовании партия власти чуть ли не 2 трети округов проигрывала. Ну, больше половины округов проиграла. Нет, этого не может быть, вот этого переворота. Почему? По ряду причин. Первое. В блокчейне было 2 миллиона голосов, но расшифровка, как я сказала, остановилась на миллионе 300. Вот официально можно посмотреть, что 1 миллион 300 голосов были расшифрованы, и запись об этом есть в блоке, и эти 2 миллиона голосов в этом блокчейне не расшифрованы до сих пор. Это значит, что система в штатном режиме недосчитала результат, посчитала миллион 300 и умерла. Это не согласуется с картиной административного ресурса. А вот я когда говорила с Петром Жижиным, я говорю, ну, есть какое-то естественное объяснение, что она могла умереть. Он говорит, но там вот был испорченный голос, который почему-то не читался, и система могла на нем умереть. Я говорю, а вот, Петр, вот вы на коленке написали программу и посчитали, у вас ваша программа на домашнем компьютере не умерла, расшифровывая? Он говорит, нет. Ну, значит, его программа написана на коленке и не умерла. Вот это вот большая, дитовская, умерла. Второе. Результаты в итоге объявлены утром. И, как я уже сказала, вот Петр Жижин на своей 12-ядерной таратайке за полчаса расшифровал голоса, но, правда, без учета переголосования. Это важно. Мы к этому вернемся. Но как-то вот на выборах Мосгурдумы в 2019 году через полчаса были результаты ДЭК, на голосовании по Конституции через два, федеральное электронное голосование тоже было через два часа, причем для московского ДЭК используется экзоном. Это очень быстрый блокчейн, один из самых быстрых. Для федерального электронного голосования используется вейвс, который медленнее. И вот московские итоги голосования расшифровывались в пять раз дольше, чем федеральный. Третье обстоятельство это вот эти 300 тысяч голосов, которые переголосовывали из двух миллионов. Я написала своему знакомому Евгению Кристофовичу, известному эстонскому либертарианцу, говорю, а вот как у вас в Эстонии, там же я знаю электронное голосование и переголосование тоже есть. Он говорит, ну вот на последних выборах у нас половина людей проголосовали электронным, 247 тысяч избирателей, из них 6300 проголосовали повторно. То есть, учитывая эстонские пропорции, около 60 тысяч можно ожидать переголосований. Кстати, я должна сказать, что в Эстонии, по крайней мере, сейчас предварительное голосование длится не то, что три дня, а неделю. И это очень хороший показатель того, что вот, как говорил профессор Крепушинский, разруха не в сортирах, она в головах. Потому что, если у вас страна нормальная, голосование нормально, то у вас электронное голосование будет нормальное и предварительное, и какое угодно, и на пеньках можно голосовать, и все правильно посчитают. А если у вас верблет горбатый, то шея у него все равно будет кривая. Четвертое. Функция переголосования это очень важный момент, рекламировалась как функция защиты от административного давления. Типа, у тебя на работе отобрали мобильник, за тебя проголосовали, ты вернул мобильник, пришел домой, переголосовал. Но смотрите, что происходит. Петр Жижин вот расшифровал результаты, взял свои результаты, в которых не учтено, какой голос был последним, и сравнил их с официальными, которые учтены. И по идее в его табличке официальный кандидат должен быть еще выше, потому что голоса, которые поданы за этого официального кандидата, в официальном голосовании выброшены, потому что выбрасываются голоса за административного кандидата, а не за оппозиционного. Но по факту получается ровно наоборот, не на много, на один процент, но наоборот. То есть фактически то, что посчитал Жижин, это математическое доказательство того, что от переголосований процент за административного кандидата рос. То есть в переводе Значит, что люди должны были переголосовывать против административного кандидата, а они переголосовывали за. Но очень сложно это предположить, легче предположить, что за них это делали боты. Кстати, обратите внимание, что мы очень постоянно слышали «зарегистрируйтесь на электронное голосование, троих приведите». Но вот я говорила с людьми, и, по крайней мере, никто из моих собеседников, может, я ошибаюсь, но ни Лиман, ни Натангальский мне не сказал, что после этого на людей давили, голосуйте за административных кандидатов. А вот что было, говорили про «голосуйте до пятницы, до 12 дня». Четвертый момент. Нам говорят, вот умное же голосование призывало не голосовать электронно, вот они и попали, как транспочтой. Но вопрос. Анастасия Брюханова, она, например, шла от КАЦа. Команда КАЦа призывала голосовать электронно. И если бы, скажем, Лобанов не прошел, а Брюханова прошла, то у сторонников электронного голосования был бы серьезный козырь. Вот, ребята, видите, вы допрыгались. Но мы видим, что и Лобанов, и Брюханова оказываются абсолютно в той же самой ситуации. Тот же разрыв в бумаге в пользу оппозиционного кандидата. И даже бешеная популярность партии жуликов на электронном голосовании. Не бьется. Еще один важный момент. Юля, время. Давайте перерыв сделаем. Продолжается прямой эфир «Эхмосквы». Программа «Код доступа». У нас идет трансляция на канале «Эхмосквы» в YouTube. Вы подключаетесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Эхмосквы». Нам нужны ваши подписки. Нам не хватает всего лишь несколько тысяч до миллиона. Юлия Латынина, да, уступаю вам время, верно. Да, и подписывайтесь на Латынина ТВ тоже, потому что я, собственно, останусь после эфира «Эхо» на своем канале и отвечу вам на несколько вопросов. И напомню, что у нас уже были прецеденты с электронным голосованием. Они выглядели совершенно по-другому. В частности, Роман Юниман проиграл на выборах всего 655 голосов. Это при том, что его не поддерживало умное голосование. Вот это несравнимо с тем, что произошло в этот раз. А в случае Конституции, когда голосовали онлайн один миллион человек, то там где-то на 6% больше людей проголосовали против, чем если бы они голосовали оффлайн. Вот как совершенно справедливо замечает Миронов, вот получается, что когда власти привлекли в систему первый миллион, они в среднем проголосовали на 7% менее провластно, а в 2021 году, когда привлекли еще один миллион, они проголосовали почти в два раза более провластно. Но не забудем, что было еще и третье голосование «Праймерис Единой России», когда оказалось, что входили с ничего не подозревающим людям в их аккаунт через госуслуги, меняли географический регион, заходили в Центр обработки персональных данных «Единой России» и голосовали. И тогда аж 11 миллионов человек проголосовали на этих «Праймерис», то есть потенциально от «Единоросить» могли до 10 миллионов ничего не подозревающих избирателей. И это суперважное, на мой взгляд, голосование, потому что в чем, собственно, был его смысл. Согласитесь, что стандартный избиратель «Единой России», какая-нибудь могучая тетка, которая живет в поселке городского типа, с туалетом типа сортир, и говорит, вот нам дали 10 тысяч рублей, поэтому я голосую за любимую «Единую Россию». Это не электронный избиратель. Зачем было красть эти аккаунты вот в ситуации с такой незначительной вещью, как «Праймерис Единой России», и я думаю, что это вполне возможно было сделано, чтобы потренироваться. Теперь, собственно, что именно происходило. И для этого надо понимать, что такое блокчейн. Я честно вам обещаю рассказать все, что я знаю сама, а это немного. И напомню, что, в общем, суть блокчейна в том, что у вас данные хранятся на разных серверах, которые вы не контролируете. И если вы изменили часть этих данных, другие серверы это сразу видят. А весь московский блокчейн хранится на двух-четырех серверах, которые хранятся в мэрии Москвы и общественной палатки. То есть это такой же блокчейн, как дома в парламенте. И, собственно, вот из того, что мне объяснил Сухаков, блокчейн можно рассматривать как Excel-таблицу. Вот представьте, у вас есть текст «Война и мир». Каждый букву и знак в этой «Войне и мире» вы меняете на цифры, вы суммируете, и у «Войны и мира» получается свое уникальное число. И если вы сравните числа с другой книгой, вы увидите, что эти две разные книги, но может случиться, что совпадут. Поэтому математики придумали так, чтобы никогда не совпадало. Вместо числа они придумали хэш, последовательность из 30 букв и цифр, которая, как отпечаток пальца, принадлежит абсолютно уникальной транзакции. А вот сумма цифр «Войне и мире» – это самый простой хэш. И, соответственно, хэш – это ключевая штука для блокчейна, потому что, если вы представите себе блокчейн как таблицу в Excel, то дополнительный столбец – это хэш всех предыдущих строк. Если вы составляете таблицу, у каждого Excel-файла будет хэш, и если мы хотим Excel-файл превратить в блокчейн, мы просто добавляем новый столбец, смотрим на все предыдущие блоки, берем от них хэш, и хэши всех предыдущих блоков хранятся в новом блоке. То есть, если блокчейн хранится на серверах в одном месте, то переписать его возможно, если у других людей нет доступа. Но наш блокчейн, вы скажете, выкладывали постоянно во время выборов на обзервер МОСЛУ, и задним числом его что, подменять нельзя? Но вот это говорит Виктор Толстогузов, что ведь его же не все время выкладывают, его же выкладывают раз в полчаса. И что это значит? Есть откат блокчейна, совершенно официальная процедура, которая заключается в том, что в блокчейне могут быть ошибки. Разветвления, они называются форками, вилками. Допустим, блокчейн считает, что биткоин принадлежит ПИТе, а другой сервер считает, что биткоин принадлежит ВАСе. И сеть смотрит, откатывает до места разветвления, смотрит, что произошло, и убирает форк. То есть можно откатить голос, условно говоря, за эти полчаса, пока не произошло дампа, и переписать его за пополку. Мне скажут, что ты не надур, и она не понимает, что непонятно, как избиратель проголосовал. Это действительно непонятно, потому что это действительно очень надежная часть. Реально очень красиво сделано. Код с открытым ключом, который в начале голосования разрубили на семь кусков, а потом он собрался. Но всех этих сложностей не надо, потому что, чтобы подменить голос человека, вовсе не обязательно заняться, как он проголосовал. Вы просто берете, откатываете весь массив голосов, условно говоря, вы считаете, что там 50 на 50 было за Лобанова и за Попова. И вы не знаете, как именно кто голосовал, но вы просто заменяете его новым массивом голосов, где, скажем, 70 за Попова, а 30 за Лобанова. Условно говоря, вы в начале голосования вы даете избирателю сейф с ключом, который вы можете открыть только после конца голосования. Но вы не вскрываете сейф и не меняете там записку, вы просто меняете все сейфы. А опять вы мне скажете, латынина дура, и тот, кто это сказал, дурак, потому что некоторые люди проверяли свой голос. Это сложно, но если записать, конечно, голосовать, это возможно. Но ответ нужно написать простейшую программу, которая скажет, что вот таких людей надо обходить стороной. Этого, как я уже сказала, не было. Это только теоретически возможно, потому что это слишком высокотехнологично. Ну, какой человек в России и мире может написать, ну, сколько человек может написать такую программу? И пособен ли начальник ее прочесть и посмотреть, что в ней написано? А видим мы другое. Видим мы график, который показал Анастасия Брюханова, и который опубликовал Максим Гангальский. Вот я попрошу для наших слушателей его на Латынин ТВ показать. Но я боюсь, что мы не сможем показать его для слушателей на АИХа Москвы. Но напоминаю, что это за график. Это они взяли зашифрованный список бюллетеней, где указано время голосования и выбор избирателей, сделали временную развертку и увидели удивительную картину. Три фазы, которые выделяются четко с перерывом на обед. Обед – это очень важно. И первая фаза медленно – это пятница и суббота. Здесь средний завышенный процент административного кандидата. Дальше в воскресенье с 8 до 2 часов дня начинаются огромные быстрые, быстрый рост процента ядра, который подскакивает, а потом падает. А потом свободная фаза воскресенья с 14 до 30 до конца, где процент ядра минимальный, практически меняется со временем. Причем паттерн голосования абсолютно универсален и наблюдается во всех без исключения одномандатных округах. Районы разные, стратегии у людей были разные, а графики одинаковые. Причем есть некоторые признаки того, что, по крайней мере, часть, которая голосовала, это голосовали боты, потому что, ну, представьте себе, избиратель приходит даже на электронный участок. Ну, даже если под принуждением, пока он придет на работу, пока у него отберут телефон, пока напишут СМС-ки. А тут этот пик начинается прямо с 8 утра. Вот эти вот деревянные солдаты, как солдаты Урфина Джуса, пошли с 8 утра маршировать, даже кофе не попили. И, собственно, вот есть еще вот в этой быстрой фазе перерыв реально на обед. Полчаса резко все падает, но, конечно, в разговоре вот со мной и Гангальский и Жижин предположили, что, наверное, это все-таки люди повбрасывали и стали спрашивать начальство, достаточно ли не перерыв на обед, особенно если это были боты. Я говорю, как это может быть? И тут Гангальский, который тоже в штабе Брюханта и это глава муниципального округа Раврики, мне говорит удивительную вещь. Он говорит, что у них вообще не было в списках избирателей, в которых указан их адрес электронных. И тоже мне самое подтверждает потом Анна Лобанок, наблюдатель ТПРФ. Она говорит, да, у нас в списках избирателей не было адреса. И вот, например, у них с участка поступила жена, приходит человек голосовать, видит, в его квартире прописано еще двое человек, и эти двое ему неизвестных выписаны на ТЭК. И он просто сносит крышу, потому что как? И то же самое говорит мне Петр Жижин относительно электронного наблюдения. Он говорит, ну вот смотрите, как это электронно было сделано. Вот нормальный наблюдатель в нормальном участке приезжает на участок и что он первым делом? Проверяет книгу избирателей. А эта книга избирателя такая странная, что в ней нет фамилии и отчества, а вместо нее уникальный идентификатор идентификатор и сайт госуслуг этого избирателя знает, а вы нет. То есть вот это то, что мне сказал Александр Исавнин, мне абсолютно вынесло крышу, но это четкая формулировка, что вот есть нормальная процедура голосования и наблюдения, когда вы смотрите, стоите и смотрите сквозь плечо члена комиссии, который идентифицирует и аутентифицирует наблюдателя, вот у него паспорт, вот он человек, вот он прописан. А здесь вы этого не можете сделать, а вместо этого это делает тот самый сайт госуслуг или сайт МОСРУ, который, собственно, и заинтересован в разных нехороших вещах. Более того, вы видите вот в этой электронной книге, что у вас 2 миллиона избирателей, а если вы хотите посмотреть, кто из них конкретно прописан на этом участке, то внутри транзакции этого нет. А вот внутри одной транзакции до 100 регистраций разных в Alter-ID, но в них не указан округ, где избиратель зарегистрирован. А я говорю, а чем тогда это отличается от БОД, а как это проверить, что это не БОД? И Савнин мне отвечает, ничем. Вот это же перспективы, согласитесь, открываются совершенно манящие, и это очень напоминает то, что было на праймере с Единой Россией. Ну, читайте поэму Гоголя «Бёртвые души», всё описано классикам русской литературы. Известная история XIX века о том, как чёрный кремлёвский пиарщик Чичиков покупает уместно главу прав «Мёртвые души», чтобы за них электронно проголосовать на выборах. Особенно если учесть, что нам говорили, что ведь на телефон приходит СМС-ка, но была опция отменить СМС-ку. И её якобы придумали, как потом объясняли организаторы, для космонавтов или для капитанов дальних кораблей и вместо СМС-ки проголосовать по электронной почте. Но вот мы видели, правда, это было на федеральном голосовании, слуга Андона, человек голосовал без СМС-ок по электронной почте. И как-то это удивительно выглядит. Но дальше происходит вторая удивительная вещь, которую мне рассказывает Жижин, потому что есть опция переголосования. И она физически реализована так, что когда человек получает бюллетень, ему его выдают. А если он пришёл переголосовать, то бюллетень он вынимает из рукава, он материализовывается. И когда Жижин это понял, он не поверил глазам. Он мне говорит, мне сначала казалось, что я тупой, вот он смотрит на бюллетень и не понимает, какие из них переголосованы. Тогда он пытается по чатам найти человека, который проголосовал два раза, и оба раза сохранил свои хиши голосования, как написано в инструкции от голоса. А такой человек ему присылает свои хиши, и Жижин видит, что в этих двух транзакциях нет ничего общего, то есть нет идентификатора, который показал бы, что они пришли из одной группы. И Жижин и другие программисты начинают читать исходный код, и они подозревать начинают, что существовала какая-то параллельная система. Что существовал, и действительно даже не все наблюдатели от ДЭК знали от этой параллельной системы. И вот когда происходит переголосование, вот эта вторая параллельная система записывает у себя, какой голос был позже. И когда начинается скандал, то выясняется, что существовал некий второй блокчейн, закрытый блокчейн. И Анна Лобонок мне подтверждает, что они ничего не знали про этот блокчейн. То есть вообще там блокчейн закрытый, это само по себе абсурдно, это как секретный гимн. Но в переводе это значит, что итоги голосования были подведены не той системой исходной, которая есть у нас, потому что опубликованная система не умеет переучитывать голосование, а какой-то другой системой, скрытой от нашего наблюдения. То есть получается, что вот взяли 2 миллиона голосов, поместили их в цифровую крепость, поставили редуты, пушки, а рядом на гвоздик повесили 300 тысяч голосов. И, как я уже сказала, вот последнее, что я видела в чатах, но это я действительно еще не проверяла, что можно вычленить вот эти вот странные голосования людей, которые в субботу голосовали за оппозицию, а потом во время, судя по всему, быстрой фазы не совсем понятно, это была быстрая фаза или нет, переголосовали за партии власти. И такое подозрение, что эти вот два вектора голосования могут соответствовать как раз быстрой и медленной фазе фальсификации. Но в любом случае из этой быстрой и медленной фазы еще одна очень важная вещь следует. Потому что если бы вбросы ограничивались только быстрой и медленной фазой и только тем, что голосовали люди, которые мало отличаются по некоторым характеристикам от ботов, и только вот этими переголосовать, то, наверное, не надо было потом во восемь часов вечера гонять Сухорокова от ноды наблюдателя, потому что они действительно через полчаса все посчитали. А тут они остановили подсчет на миллионе трехстам, повесили амбарный замок на ноду. Мы не знаем, что они делали. Например, они там могли перебирать закрытый блокчейн, чтобы как-то подобрать группировки по переголосам, чтобы цифры за ней расходились. И я же жена спрашиваю, вот-то вообще, а как это вот миллион триста и остановился подсчет? Как это могло физически произойтись? Он говорит, ну вот у меня мог компьютер сломаться, потому что там один голос не читался. Я говорю, у вас сломался ваш компьютер с вашей косой и на коленке сляпанной программой? Он говорит, нет. Ну, в общем, в любом случае, чтобы подвести итоги, надо расшифровать все голоса. Я цитирую Жижина, я точно заявляю, что никакими публичными системами все голоса не расшифровывались. Кроме того, вообще есть правило программистов, если это действительно была ошибка, ошибку после этого программисты публично разбирают и говорят, что они сделали не так. Это мне и Савнин напомнил. То есть, очень понятно, зачем они поднимали явку, если бы явка была маленькая, пришлось бы вбрасывать, было бы очень видно. Ну, так стало видно меньше. Но я прошу вам напомнить, что есть все-таки еще и федеральный электронное голосование, которое администрация Кириенко будет все равно обязательно внедрять. и в котором она видит способ централизовать процесс. То есть, не просто делать какие-то фальсификации, а просто не оставлять это на усмотрение каких-то теток в бегудях, в школах, а просто в Москве вот так реализованная голосование электронное. Во всем мире есть цифровая революция, у нас есть ансоцифровая революция, я об этом давно говорила, что у нас цифровые вещи используются в очень нехороших целях. И, в принципе, такое централизованное голосование, такой большой брат, вернее, такое централизованное псевдоголосование, оно позволяет именно прямо в Москве подделывать голоса по рецептам, которые только что описаны выше. И, кроме того, не забудем, оно позволяет одновременно узнать точно, что думают на местах, потому что выбор это лучший барометр. И, собственно, вот только в Москве Собянин отстоял свою собственную систему, и вот с этой системой случился грандиозный факап, и, в общем, получилось, что, с одной стороны, Собянин предмонстрировал лояльность Путину, он сделал все, что надо, он взял под козырек, он, наверное, тот на браночке, а с другой стороны, он сильно ослабил позиции перед публикой. И тут вы мне скажете, ну, неужели, значит, все было зря? Вот мы ходили, умное голосование окончилось, вот все то, о чем Латынина рассказывает. И ответ, конечно, абсолютно не зря, потому что, на мой взгляд, главный результат того, что произошло, это возвращение интереса к выборам, которые нам вернуло умное голосование. Вот огромное количество людей пошли в наблюдатель. Я, кстати, проштрафилась, я тут обещала несколько раз Юниману, который набирал наблюдателей, сказать, что вот идите к наблюдателе, вот уже после выборов говорю, что делать. А это заслуга умного голосования. Понятно, что никто не выйдет на улицу, вот там был какой-то смешной митинг коммунистов, Зюганов вместо этого митинга поехал на встречу с Путиным, все понятно. Я думаю, что если бы коммунисты набрали 70 процентов, то по этому случаю председателем коммунистической партии Российской Федерации был бы спешно избран Владимир Владимирович Путин, ну понятно, что люди не будут выходить на эти митинги, но они свою главную заготовку президентским выборам, вопросы электронные, как мы видим, были вынуждены начать раньше. И самое главное, от чего весь этот трэш? Он именно от того, что умное голосование становится политической силой. Потому что помните систему 2003-го, 2004-го, 2005-го года Сурпуфскую, когда можно было чистыми разводками поссорить СПС и Яблоко, вымести их из Думы и у всех нормальных людей отбить охоту уходить на выборы. Я вам честно скажу, что я противник всего общего избирательного права. Это много раз говорил. Я противник того, что вот люди, которые получают за свой голос 150 рублей, как это было на нынешних выборах, причем их же еще обманули. Там вот эти продуктовые карточки за 150 рублей кончились и не всем дали. Я противник того, чтобы эти люди голосовали. Слушайте, лучше дайте им 150 рублей, чтобы они не голосовали и вычтите их голоса, как казначейские акции вычитают при голосовании на акционерном собрании из системы. Потому что если бы эти люди не голосовали вообще, а голосовали бы, скажем, люди, такие, как мои собеседники, такие, как молодой человек Петр Жижин, который говорит, ну, я скачал, я вот написал программу, я сам расшифровал результаты голосования, там было очень смешно. Там к нему избиратели писали, которые не могут расшифровать свои собственные голоса, не могут увидеть свои собственные голоса, потому что их голоса не расшифрованные. И несмотря на то, что они сохранили хиши голосования, они их не могут увидеть, и они пишут Петру Жижину, Петр, посчитай, пожалуйста, проверяй, пожалуйста, нас правильно учли или нас неправильно учли. И как раз вот того избирателя, который он проверял, правильно учли. Так вот, вот когда мальчик пишет, что я еще в школе, рассказывает, что я еще в школе в 10 классе умел класть программу в репозиторий, вот когда такой избиратель голосует, он голосует совсем по-другому, чем женщина из колхоза 7-10 лет, у которой сортир во дворе, и она все равно голосует за Путина, потому что она нищая, и потому что нищим очень мало нужно, чтобы проголосовать за власть. Это, собственно, то, почему наша власть с удовольствием смотрит, как российский народ большинство является нищим. Так вот, если бы такие люди не голосовали, а голосовали только люди, которые платят налоги и имеют образование, то не было бы, в принципе, и Путина в 99-м году, Байдена, в принципе, не было бы, или они были бы, но они были бы совершенно другие. Но вот даже с этой подушкой в избирателей за 150 рублей власть больше не выдерживает. Настолько она обрыдла. Мы имеем первые выборы, на которые, хотя и косвенно заявилась системная настоящая оппозиция, и власть по духу их проиграла. Она постаралась в результате зачистить, естественно, все это, но если раньше во времена Суркова она это просто разводила путем манипуляций, то теперь это приходится делать бульдозером. Это тектонические изменения. Они, конечно, очень плохи тактически для общества, потому что, в общем-то, мы видим, что выборы больше несовместимы с этой властью. Раньше она разводила как-то, теперь она разводить не может, она может только давить, и она переходит от авторитарной системе к системе гораздо более жесткой, но стратегически, конечно, эти выборы ужасны для власти, потому что этой ситуации у нее никогда не было. Владимир Владимирович всегда мог сказать, что, смотрите, люди-то все равно за меня проголосовали. И, конечно, меня еще не покидает смутное представление о том, что вот с электронным голосованием случилось немножечко как с Боингом, балайским сбитым, потому что, когда сбили мы Боинг боком над Украиной, то было полное ощущение, что, ну, а кто это докажет? Это будет слово российских спецслужб против слова украинских спецслужб. А оказалось, что есть огромный общественный ресурс, который называется Белинкет, этот ресурс навалился и доказал, и доказал не так, как это делают спецслужбы, которые даже если чего-то и доказывают, то они хранят у себя. А вот есть современный способ соединения мозгов в том же самом интернете, который является настоящей подлинной цифровой революцией. И вот они, поскольку они не специалисты, они не понимали, что вот в слове откат блокчейна они не понимали одно слово откат, они не понимали, что будет такой же мощный Белинкет, который сейчас собирают программисты и выяснят все от А до Я, что произошло во время голосования и заставят, скорее всего, предъявить коды вот этого второго блокчейна. И, собственно, те истории, которые я рассказала, это же только начало истории, это же только то, что было выяснено за неделю, что оказалось, что регистрация избирателей мало отличается от регистрации ботов, что есть второй секретный блокчейн, что посчитано было официально только миллион триста голосов, что наблюдать за процессом подсчета было нельзя, потому что якобы, правда, прямо ровно около восьми часов вечера, когда кончились выборы, и начался подсчет в этот момент из тех сертификат наблюдателя, сертификат безопасности, который выдавала ФСБ, и вот уже есть график, опубликованный Брюхановым, с вот этой быстрой и медленной фазой и с перерывом на обед, а это еще раз повторяю, только начало. Я остаюсь у себя на канале и постараюсь поотвечать на ваши вопросы. С вами была Юлия Латынина. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на Латынина ТВ. У нас там много разных других интересных видео. Программа Код Доступа. Радио Эхо Москвы. Продолжение следует...